Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сотрудники муниципального контроля проводят рейды по выявлению нелегальных точек по продаже сезонного товара. В ученическом совете города-курорта предлагают возродить гермейские игры. Состязания по таким названиям проходили в Древней Горгипе. Новый состав президентов школ провел первое торжественное заседание. У них тоже идет ремонт, спортивный зал у них хороший. Про каждую из школ заместителю главы города Людмиле Мурашовой есть что рассказать. Обращаясь к их представителям, она рекомендовала продвигать на городском уровне именно индивидуальность каждого из учебных заведений. В зале президенты школ или, как их еще называют, лидеры школьного самоуправления. Ребята провели самые настоящие предвыборные кампании, вступали в дебаты с конкурентами. Затем были выборы, в которых приняли участие 80% учащихся средних и старших классов. Людмила Мурашова сказала, что от собравшихся в администрации ожидают участия в патриотическом движении, помощи сверстникам в преодолении жизненных трудностей, свежих идей. Не уходите в облака, не уходите в интернетовские общие фразы и вражения. Попробуйте начать с себя и ответить себе на вопрос, что сделал я, что могу я. На первое заседание пришли представители управления спорта. Они попросили активнее продвигать идею комплекса ГТО. Первым же решением единогласно проголосовали за создание спортивного сектора, по сути профильного комитета. Помимо этого будут действовать культ массовый, социальный, а также сектор по работе со средствами массовой информации. Молодые люди с некоторой опаской подходили к распределению портфелей. Это решаемо, это решаемо временем и работой самому непосредственно. Через год здесь каждого не узнать, потому что ребята себя очень хорошо проявляют и у них появляется стержень настоящего лидера. Они уже лидеры, но стержень этот крепнет. В этом году на 28 мест претендовали 128 ребят в два раза больше, чем в прошлом году. Конкуренция выше, ребята более активные и по-хорошему амбициозные. Избранным руководителем комитетов предстоит пройти испытательный срок. Первое задание – разработать план работы. Даниил отвечает за развитие спорта, занимается сам и готов агитировать. Кроме того, вместе с преподавателем физкультуры они хотят возродить гермейские игры, которые проходили в Древней Горгипии. Все-таки развитие спорта, и как бы это очень интересно. Ну, это Олимпийские игры были когда-то точно так же возрождены. На пост руководителя совета претендуют сразу шесть ребят. Им предстоит подготовить презентацию, уложившись в три минуты. Председателя изберут тайным голосованием на следующем заседании. До начала зимы остаются считанные дни. Жители России должны до 1 декабря рассчитаться с налоговой службой. Это единый срок, действующий по всей стране. До начала зимы физлицы обязаны уплатить имущественные транспортные и земельные налоги. Это можно сделать в личном кабинете на официальном сайте налоговой службы. Интернет-сервис пригодится и предпринимателям. С 1 февраля регистрация контрольно-кассовых аппаратов старого образца будет невозможна. Необходимо использовать новые. Поставить их на учет также можно в личном кабинете на сайте. В Анапе начались работы по программе капитального ремонта. В результате конкурса определились подрядчики. Уже заказаны новые лифты, идет замена кровли. Жители одного из домов говорят, что действующий механизм помогает решить проблему, которая изрядно портила нервы имущества. На крыше первого дома по улице Стахановской уже сняли старое покрытие и начали укладывать новое. Дом сдали в 1985 году и с тех пор, как говорят здесь, делали косметический ремонт в подъездах и больше ничего. Светлана Тимошенко, старшая по дому. Состояние старой кровли она назвала критическим, вплоть до того, что в квартирах на пятом этаже сырели шкафы. Жителям дома поясняют, что неудобства временные. К этому ремонту они шли два года. По словам Светланы Тимошенко, в итоге проблему удалось решить общими усилиями управляющей компанией и городской администрации. На мой взгляд, хорошо идет. Молодцы ребята, работают хорошо. Вот сделали нам уже кровлю на крыльцах, на козырьках сделали, мы сверху все наблюдали. Процесс у них по технологии соблюдается все. Потому что у меня так строительное образование, в принципе, я смотрела все это. Ну и кровлю, они без задержек, все. Всего в этом году капитальные работы проведут в 11 домах города-курорта. Кровлю заменят на трех, а еще в восьми заменят лифты. В городской администрации подчеркивают, что это одна из первоочередных задач, так как речь идет о безопасности жителей и гостей города-курорта. Технику уже заказали. Подрядчиков определили по итогам конкурса. Общая сметная стоимость работ более 22 миллионов рублей. В первой очереди дома построены давно, а программа действует всего несколько лет, поэтому средств собственников пока недостаточно. По закону в этом случае недостающие деньги берут в общем котле. У нас есть, например, сейчас дома, вот когда же в этот план попали, замена лифтов. У них, например, грубо говоря, миллион на доме собрался, а нужно миллион восемьсот на замену лифта. Эти восемьсот тысяч они заимствовали. И им нужно, вот они сейчас поменяют лифт, им нужно вот эти вот восемьсот тысяч, то есть получается отдать фонду. Это, грубо говоря, кредит, беспроцентный кредит. Сегодня это, пожалуй, единственная работающая схема, которая позволяет ремонтировать общедомовое имущество, которое после приватизации квартир осталось по факту бесхозным. В коммунальных платежах учтено его содержание, но не ремонт. В городском управлении ЖКХ уже начали составлять список объектов на следующий год. Археологические раскопки стали причиной разрушения частного дома по студенческому переулку. Жители обратились в администрацию города за помощью из-за котлова, на котором уже несколько лет в несущей стене образовалась трещина. Кто виноват и что делать в подобной ситуации, выясняла наша съемочная группа. История злоключений дома по студенческому переулку оказалась напрямую связана с самой историей. В 2005 году рядом с ним археологи начали раскопки. Нашли пару статэдок, но после экспертизы оказалось, что особой ценности они не представляют. Ученые работы свернули, но котлован засыпать забыли. За несколько лет он превратился в свалку. Мусор скидывали сюда все, кому не лень. Недавно этот участок купили. Новый хозяин решил построить многоэтажку. Чтобы получить разрешение на строительство, в администрации города обязали его навести на участке порядок. Есть предписание муниципального контроля о наведении порядка на дальнем земельном участке, потому что была куча мусора. Пока котлован очищали от мусора, начались дожди. Строители не успели укрепить стенки котлована. Грунтовые источные воды буквально за несколько дней заполнили яму. В результате рухнула подпорная стенка одного здания, а в стенке одноэтажного дома появилась сквозная трещина. Жители забили тревогу. Я пыталась разобраться сама, от кого не могу добиться. Никто не дает никакую информацию. Паспорт строительства отсутствует. Никакую информацию не дают. Пытались с ними связаться. Они на контакт не идут. И свои оставляли координаты. Также все соблюдают полную тишину, молчание и продолжают дальше. Когда обвалились фундаментные блоки здания Пушкина 28, санузел у нас получается вплотную меньше метра разрыт котлован вплотную к нашему фундаменту. И у нас пошла сквозная трещина на улицу. Прибывший на место представитель застройщика показал разрешительные документы жителям и пояснил, что никаких работ по укреплению фундамента и стенок котлована он производить не может, пока нет разрешения на строительство. В оперативном порядке информацию об инциденте передали в администрацию города-курорта. Уже на следующий день на объект прибыла комиссия. В кратчайшие сроки было принято решение о возведении так называемого бетонного сапога. По заверению строителей он решит все проблемы. Одна стена уже котлована укреплена. В ближайшее время будет укреплена стена другого ближайшего дома частного. Теперь приходится укреплять стенки этого дома. Будет поставлено новое укрепление, потом будет сделана обратная засыпка. Стенки дома будут укреплены, проблем не будет. Работы взяты на контроль администрации города. Кроме этого, застройщик пообещал отремонтировать треснувшую стену частного домовладения за свой счет. Осень – это горячая пора для продавцов фруктов. Прилавки сейчас заставлены хурмой и мандаринами. А еще ходовой товар сегодня хамса. Торговые точки этими продуктами можно встретить везде. На тротуарах, входах в магазины и даже во дворах жилых домов. Особенно бойко торговля идет на оживленных улицах нашего города. Излюбленное мандариновое место – это улица Промышленная. Здесь фрукты продают прямо на тротуаре из ящиков. Но находятся и такие торговцы, которые в борьбе за проходное место не просто устанавливают раскладные столики, а расставляют целые прилавки с навесами. На выявление таких точек направлены рейды сотрудников муниципального контроля. Процедура проста. Сначала собственник предупреждается о незаконности установки самовольного некапитального строения. Если не убирает объект, его демонтируют сотрудники ремстроя в сотрудничестве с представителями власти. Так свое путешествие на штрафстоянку начал павильон на улице Промышленная. Еще одно самовольное строение сотрудники муниципального контроля демонтировали на Астраханской. Здесь в тени сосен под прикрытием автостоянки также велась бойкая торговля фруктами. Но судя по тому, как быстро убрали товар в соседнюю машину, у собственника вообще не было разрешительных документов. На месте составлен административный протокол о нарушении правил торговли. Чем ближе праздники, особенно новогодние, есть, скажем так, сезонная торговля, которая обостряется в последний, скажем, ноябрь-декабрь. Это вот если мы говорим о фруктах, в том числе мандерины, хурма и хамса. На сегодняшний день нами ведется активная работа не только по городу, но и прилегающих районах, чтобы вот данные конструкции или подобные, или есть еще деревянные, которые поменьше, они воносят все на международную комиссию и уже принимаются решения о демонтаже. На комиссии о демонтаже таких конструкций рассмотрено уже более 150 дел. Большинство подобных прилавков собственники пообещали убрать в указанные муниципальным контролем сроки, а остальные демонтируют силами сотрудников Ремстроя. В субботу 19 ноября в рамках фестиваля «Кубань театральная» в Анапе пройдет краевая акция «Театральная бессонница». Учреждения культуры города и сельских округов для всех любителей и ценителей этого вида искусства проведут мероприятие. В ДК «Молодежная» акция стартует в 17.00. В фойе будет работать выставка картины творческих работ участников клуба эстетического и физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, дорога, добра. А в 19.30 выступят творческие коллективы учреждения. В 20.30 стартует литературно-музыкальная композиция «Искусство современности» в студии интерактивного театра «Чердак». В городском театре в день акции в 19.00 всех желающих молодежный театр «Зеркало» приглашает на спектакль по письмам Ван Гога «Страсти по Винценту». В Центральном кинотеатре «Родина» в 18.00 начнется театральный капустник «Мир театра». Также мероприятия пройдут во всех клубах и домах культуры сельских округов. А я напоминаю, что генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете также найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300.